Второй вариант эластичного наборного края. Еще один вариант эластичного наборного края. Начинается он также вот с петли. И также я советую брать крючочек номером побольше. Поскольку набирается вот на крючок, для этого набора нам понадобится обычный крючок. Делаем вот таким образом. Входим в петлю, которая у нас уже есть на крючке. Достаем отсюда крючком петлю. И надеваем ее вот так вот с поворотом. Следующую петлю мы также из уже набранной достаем. Надеваем с поворотом. Здесь уже можно крючок не доставать. Вот таким вот образом. Одно за другой набираем петельки. Если вы используете крючок, которым будете вязать, то набирать нужно, в общем-то, свободно. Или вот брать крючочек побольше, большего номера. Вот таким вот образом набирается эластичный край. Такой край нам будет, эластичные наборы нам будут необходимы для вязаного почворка. Давайте еще одну петелечку и остановимся. Вот такой вот набор. Также первый ряд при таком наборе провязывается все петли, включая крайнюю. При таком наборе, как вы видите, в общем-то, это проще, чем вот с первым вариантом, который я вам показывала. Это более такой симпатичный наборчик получится. Первый – это совсем простой. Вот этот вот он более такой профессиональный, я бы сказала. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Этот набор, хоть и является эластичным, видите, в общем-то, петельки стоят довольно свободно. Он все-таки плотнее, чем вот первого варианта. Но все равно лучше цепочки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. У меня много идей, так что впереди вас ждет много интересного. Успехов вам и легких петелек! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!